Всем доброе утро, девочки и мальчики. На сегодня воскресенье, очень классная погодка. Очень тихо, тепло. Решила с вами с утра поздороваться, немножко поболтать. Надо сварить мне кушать на всю неделю. Я буду опять пропадать на работе. Видео буду редко ставить, ну как будет получаться. А на следующей неделе, наверное, с вами пойдем закупимся, потому что я еще не ходила в магазин, продукты еще есть. Вот как я приехала с России, да, я еще не покупала продуктов после того, как мы с вами закупились. Еще есть. Сейчас покажу свой огород. Здесь и клубника, и здесь огурчики я посадила. Это у меня щавель. Здесь тоже была у меня клубничка, я ее пересадила. Освободила горшочек. Ну, в общем, не знаю, что получится. Семена сетра дала. Огурчики, кстати, русские очень хорошие. Когда выходной, надо в пятницу. В пятницу, да, я убирала там подъезд. Встретила соседку свою. Ну, здесь в моем доме живет. Ну, и что-то с ней разговаривали. Здесь, честно говоря, на качеле посижу. Что-то с ней разговаривали. Здесь, она тогда мне похвалилась, сказала, что купила на рынке, там, пару огурцов. В общем, захотела на балкончике посадить. А я же ей тоже, говорю, я тоже, говорю, купила. Ну, выписала через интернет. Там вроде их валили, эти огурцы. Ну, в общем, выписала. Она говорит, ну и что у тебя? Я говорю, ну и что? Подружка поливала, говорю, три огурца было. Она говорит, у меня тоже такая же ерунда. Я пошла, говорит, выругала этого фермера, который мне продал эти огурцы. Тоже, говорит, было три штуки. В общем, не хочу, говорит, я ничего. Больше не буду садить. Купи огурец, потом ухаживай. Огурцов-то нету. И я говорю, ну, такое впечатление, что вот огурчики есть, да, я их поливаю, но они не растут. Она говорит, а у меня, говорит, пустоцветы были. Ну, в общем, говорю, я привезла с России огурчики от моей сестры. Ну, в общем, не знаю, посажу. Как будет, так и будет. Кстати, вчера ко мне приезжала моя подружка. Меня вчера ругает, говорит, что ты ягоды эти не съела. Я говорю, пускай, говорю, так же красиво. Что-то, говорю, интересно, даже птички, говорю, не кушают. Ну, вкусные, конечно, ягодки я уже попробовала. Малинка тоже была очень вкусненькая. Вчера я открыла одну упаковку чая. Сейчас покажу вам. Я его не покупала, купила моя сестра. В общем, чай был очень классный. Потом она мне позвонила, что она приедет. Ну, я решила снова сделать этот чай. Ей он тоже понравился. В общем, сейчас вам покажу этот чай. Сейчас, кстати, хочу утром попить его. Сейчас еще немножко вам клубничку покажу. Мои сестры. Уже теперь, конечно, не мои сестры. Теперь она моя. Тут есть и поздняя, и ранняя. Ну, в общем, не знаю теперь, какая выжила. Ну, будет пока вот так вот. В общем, пойдем сейчас на кухню. Покажу вам еще там специи она мне дала. Ну, я, конечно, ничего не открывала. Не было времени. Ну, будем с вами экспериментировать. Это мои цветочки. Ну, а это то, что я выписывала. Я же показывала вам мою посылку. Оказывается, ну, вот это вот моя малинка, да, которая у меня есть. Такой сорт выписывала же, да. А вот это японская. Но она похожа на русскую. Видите, тут колючки есть. В общем, пока я так ее оставлю. Вообще, конечно, планы у меня есть ее забрать в Россию посадить. В общем, пока, пускай будет так. Она мне не мешает. Расти она сильно не будет расти, потому что, ну, это долго еще. Так буду поливать по чуть-чуть. У меня уже кипит чайник. Сейчас выключу. В общем, я вам покажу. Вот этот вот чай. Она мне его купила. Я не знаю, где она его покупала. В общем, вчера я его заварила. Он мне очень понравился. Я вижу, что у меня смотрят с Краснодарского края. Сейчас просто насыплю, чтобы вам было видно. Даже многовато я насыпала. Прям совсем чуть-чуть. Если я заваривала клубничный чай, да, там, ну, вот так вот я, наверное, добавляла в чайник. Ну, это было даже маловато. То этого даже будет много. Сейчас поделена на две части. В общем, ей тоже понравился этот чай. Так что отдыхающие, если вы там отдыхаете, если захотите какие-то такие сувенирчики себе купить, кому-то сделать подарок, тогда, конечно, берите. Ну, в основном так на подарки берут его. Кто отдыхает. Ну, и местные так покупают, если ей, конечно, понравится чай. Но чай очень вкусный. Он уже прям красный. Наверное, минут 15-20 постоит. Покажу вам, какой он. Вот видите, я половинку совсем поделила, потому что, ну, многовато будет. Сейчас так затрою. В общем, покажу вам самую упаковку. Сделаю рекламу. В общем, захотите остановите, почитаете. Тоже мне купила такие специи. Еще ничего не открывала, ничего не пробовала, потому что, ну, я же работаю, опять же, я же дома не сижу. Это что-то нужно готовить, пробовать. Они одинаковые. Я на рынок, конечно, тоже ездила, да, снимала там видео. Но у меня не сильно было много времени, потому что я приехала же не отдыхать. Это вот отдыхающие, да, у них есть время, они могут походить, посмотреть. Опять же, цены все разные. Это тоже она мне купила. Даже написано 300 рублей, да? Не сильно видно. Или 90. Наверное, 90. В общем, не знаю я, сколько этот набор стоит. В общем, она мне просто принесла в подарок. Хотя я тоже много очень специй привезла. Тоже вот своим, которые на работе, моим троим привезла, привезла такие специи, которые я вам показывала. Очень им понравилось. Лавровый лист им тоже поделила. По чуть-чуть. Ну, в общем, до следующего раза сказали. Отпустим тебя. Вот. В общем, сейчас я налью чай. Посмотрим, какой он красный. Значит, прошло у меня где-то минут 10. Я налью, какой получился. Конечно, ему нужно настояться. Но у меня нет времени. Я хочу сейчас с утра сварить себе борщ на всю неделю. И потом с вами хочу приготовить булочки с сыром. В общем, как-то так. Видите, какой он. Если он еще немножечко постоит, он еще будет краснее. Ну, постоял минут 10. У нас прям темно-темно будет. Ладно, я сейчас попью чай, сварю борщик, ну и потом к вам вернусь, будем с вами делать булочки. Ну, что, приготовим с вами булочки. Булочки с сыром. Для этого рецепта нам надо маргарин. 70 грамм. Ну, он у меня был в холодильнике. Хочу просто это все в машине растопить. Прогреть. Добавим чайную ложку соли и чайную ложку сахара. Все это нужно будет прогреть, смешать. У меня темный сахар. Если захотите, можете добавить просто светлый. Ну, у меня был такой. Маргарин у меня слегка растопился. Теперь мне нужно добавить 320 грамм воды. Просто обычной холодной воды. У меня обычные дрожжи. Пол кусочка. Тоже сюда отправляю. И нужно 520 грамм муки. Муку я уже взвесила. Можно это делать без термомикса. Ну, мне так проще. Теперь закроем крышечкой, поставим на колосок. Нужно нам все это просто вымесить. Получилось такое вот тесто. Скажу по рецепту написано 520 грамм муки. Но мне пришлось добавлять, потому что тесто было жидковатое. Ну, рецептик я напишу, как у меня есть, да. Но вы будете смотреть по своей муке. В общем, я это тесто оставлю минут на 30. Ну, а потом с вами будем делать булочки. У меня был сыр. Называется бутеркезе. Если у вас какой-то есть другой, может быть, готовый уже есть, да, то можно будет его использовать. Надо где-то 200 грамм. Просто посыпать наши булочки. Тесто у меня уже постояло минут 30. Вот так оно подошло. Мне нужно сформировать булочки. Ну, в рецепте стоит 12 булочек. Я сделала такие булочки. Приготовила одно яйцо. Мне нужно будет его просто взбить и смазать наши булочки. Ну, и потом нужно будет присыпать сыром. Вот такие получились у меня булочки. Отправляем в духовку где-то 180 градусов. Будем смотреть минут на 20-25. У меня булочки. Покажу, какой чай уже. Уже, конечно, я две кружечки выпила. Наши такой красный. Уже настоялся. Конечно, он уже остыл. Такой немножко кислый. Я приготовила рыбку. Солила ее сама. Талакс. И приготовила корейскую морковку. Делала в электрической машине. Конечно, форма не очень. В общем, сейчас, когда спекутся булочки, я хочу сделать себе такой бутербродик. Ну, а вы будете смотреть по вашему желанию. Есть колбаска, можно колбаской. Можно просто вареньем. Кому что нравится. Конечно, там есть сыр. Булочка не сладкая. Можно использовать любую начинку. Вот такие получились у меня булочки. Запекались на 180 градусов 30 минут. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения и всем пока! Пока!